Кратко пробежимся по вашим комментариям. Значит, Ирина Алтухова, о Геннадий, вы для меня эталон. А 30 минут назад, это 15 минут назад она написала, а 30 минут назад она написала, Геннадий Петрович, почему вы себя запустили? Вес вас зашкаливает. Не сегодня, а завтра я буду сомневаться в ваших знаниях. Не хочу. А вы не сомневайтесь в своих знаниях, в своих достижениях. Вот что самое главное. Дальше. Здоровье мы ее с молодостью связано с вашими целительными силами. Ну, отлично. В конце концов, вы же доверяете самой себе, что вы делаете, как вы делаете. Получается или нет? Неля Луцяк. Доброго дня, Геннадий. А можно делать очищение печени с оливковым маслом и лимонным соком, если есть перегибы в желчном пузыре. А кто его знает? Именно с таким методом, если вы сомневаетесь, не делайте. Есть другие методы, можете их попробовать, а можете ничего не делать. Она вам не мешает? Раз не мешает, да и нормально. Ленара Закирова. Дорогой Малахов, подскажите, удаленные миндалины в младенчестве с правой стороны под челюстью шрам могут быть причиной болезни? Никаких. Ну, как бы сказать, да практически любых. Инфекция остается, тем более, если вы еще там и после болели. И все это остается. Тем более, если вы задаете такой вопрос, значит, вы чувствуете, что не все в порядке. Ну, вот смотрите этот видосик дальше. Дальше. А вот именно что я хотел сказать Ирина Бушева. Очень интересно послушать. Это на видосик посвящается Сергею обонянии и насморк. И как раз туда же можно и ангину и так далее. Итак, я тоже практикую и голод, и разные народные средства. Но в последнее время не могу долго голодать. Ну, ничего страшного. У меня после ковида в первый раз пропало обоняние. Потом через время восстановилось. А потом второй раз переболела ковидом. И уже вообще не чувствую запахи уже два года. Зато появился герпес на слизистой носа. То есть, это говорит о том, что у вас там инфекции в организме вполне достаточно. И еще вот этот год я никаких запахов не чувствую. Только временами задыхаясь от дыма сигарет. Причем я не курю. И вокруг нет источников дыма. Думал, это от того, что мой отец курил дома. До того, как мне исполнилось 15 лет. Потом папа погиб. Мог за тот период накопиться никотин. А сейчас вот прорывается в мой мозг. А кто его знает? Кто его знает? Но самые плохие шлаки, это те, которые имеют такую самую маленькие-маленькие частицы. Ну вот если так сказать, вот шахтеры, которые работают с забоем, после того, как они отработают, уходят на пенсию. Как правило, некоторые из них в той или иной степени болеют силикозом. То есть вот эта вот мелкая пыль угольная ложится на внутри легких и начинает уже подрывать здоровье человека. Естественно, дым это еще более меленькие частицы, которые проникают в наш организм через дыхание. А откладываются везде, где можно. То есть туда они попали в кровь, вот кровь куда там доносит, да не только там кровь, кровь доносит там до определенных мест, грубо говоря, организма. А вот то, что растворилось в жидкости, в жидкой части крови, то практически везде, плюс и в клетки попадает. То есть организм становится наполненным вот такой вот субстанцией, которая, как бы сказать, да вроде бы ничего, а потом оказывается, как вот работа в забое шахтеров. Вроде бы они там работают, да ничего, поработал там смену год, там месяц, еще сколько-то, да нормально. А потом, если он там проработал лет 5-10, вот и пожалуйста, и получите силикозик. Можете самостоятельно поинтересоваться, что такое силикоз и что он, как он вредит организму человека. А вот дальше послушайте. И еще, я в детстве много лежала в больницах. Гланды и аденоиды удалили в первом классе. То есть обилие лекарств всевозможных. Я насчет лекарств вам говорил, что вроде как они там что-то там и лечат. Не будем говорить, что это бесполезная вещь. Какое-то действие оказывается. Но в то же время, в то же время, это все расходится по нашему организму, в той или иной мере откладывается, там или сям. И потом, естественно, это все начинает как-то так же влиять на здоровье. Ну вот слушаем дальше. В больнице меня уже знали. То есть до первого класса она сильнейшим образом болела, что надо было удалить и гланды, и аденоиды. То есть от этого же, естественно, лечили. Так, я там чувствовала себя в больнице, как дома. И когда я голодала в 23 года, то сморкалась чистыми витаминками, которые мне кололи в руку в детстве в больнице. Так что все, что вы говорите, точно совпадает с моим опытом. Вот коплю силы на длительный голод, сейчас мне 48. Трудно без подготовки долго проголодать. Спасибо, Петрович, что вы есть. Вот это я вам и хотел сказать. Ну и тут, если вы читаете еще комментарии на видео, вы можете очень много-много почерпнуть для себя. Тут я и кое-что там рекомендую этим людям, что они там делали и спрашивают. Так что не думайте. То, что мы с вами принимаем, особенно вот эти вот явно вредные для организма вещи, летучие. Это частицы от курения, во время курения проникают от дыма, да. Это вот эти вот там, что там еще сейчас придумали, там какие-то электронные сигареты там курят. Это, естественно, выхлопные газы. Это, естественно, и городская пыль. Это и, я думаю, и пахнущие вещества, которыми, знаете, там вот дают, как бы сказать, в машине там вешают, чтобы подышал. Еще там где-то какие-то там такие вещи. Ну и огромное количество, естественно, проникает вместе с едой. И потом возникают проблемы, с которыми довольно-таки трудно бороться. Так вот, заканчивая этот видосик, что я хочу сказать? Я хочу сказать, вот они, практические результаты зашлаковки организма человека с самого, с самого, будем говорить, детства. Вот он, привезли его из роддома домой, папа или мама там курит или еще там что-то делают. Ну и так далее, так далее. И плюс вот это лечение разными этими там витаминками, которые там курят и якобы поддерживают. То есть все. Нет лучше витаминов, чем в прошлом зоне, запомните. Наматывайте себе это на ус, чтобы понимать, что с вами происходит и как от этого можно там избавиться. Жить здоровой жизнью. Есть особый день в году, наступает темноту. Новым годом он зовется и для всех людей дается. Шелестят конфет, отвертки, там мандарин стоит, и наряженная елка огоньками нас манит. Веселись, 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 веселись народ, наступает, наступает Новый Новый Год. Он врачу нам несет, он по таргерам займет. Радость и любовь войдет, это Новый Новый Год. Снова детство к нам вернулось. Снова детство к нам вернулось, волшебство мы же обождем. И под чоканье бокалом, хоть и счастье в каждый дом. Веселись, веселись, веселись народ, наступает, наступает Новый Новый Год. Веселись, веселись, веселись народ, наступает, наступает Новый Новый Год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова